Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Я принял вот такую вот позу. Больше грудник и лицо на камеру, живот подальше. Действительно, я сам смотрю, думаю, вот это да. Вроде развались, все удобно. А видочек живут вот такой вот, но на самом деле это ж не так, ну не так это. Но, как говорится, искаженной микропленкой гум стал маленькой избенкой. Так вот, чтобы избенкой не быть, все-таки надо действительно соответствующий вид иметь. Посадка, рабочая сторона, какая у меня там, где меньше, так сказать, дырок в зубах, ну и так далее и того подобное. Итак, август. Чем характеризуется август? Август это у нас арбузный сезон, дымный сезон. То есть, можно в этот период почистить свой организм и особенно почистить хорошенько почки, если там имеется... Это вообще профилактически почистить почки с помощью арбузов. Делается это просто и легко, но тем не менее, надо посидеть. Почему в августе? Потому что сейчас у нас такое время, такая жизнь, что продукция, сверхозпродукция кругом захимичена. И вот, как правило, в августе уже идут, ну так будем говорить, естественные арбузы. Астраханские арбузы, волгоградские арбузы, наши семикаракордские арбузы, которые вызрели в естественных условиях. Особо химии там не добавлялось, чтобы там побыстрее что-то созрело. Вот их-то можно и использовать. Арбуз должен быть спелый, если мы хотим почиститься с помощью арбуза. Сладкий. Некоторые рекомендуют его есть с хлебом. Ну, можно и так с хлебом. Я лично как-то предпочитаю кушать арбуз. И чистка примерно начинается так. Мы запасаемся арбузами, хорошими, сладкими арбузами. Выбираем недельку. Опять-таки, следуя логике лунного цикла, лучше всего, чтобы это была вторая или четвертая неделя. Вот сейчас как раз кончилась четвертая неделя. Завтра будет новолуние. Значит, завтра новолуние восьмое. К восьмому мы августа прибавляем с вами семь дней. Это у нас будет 15 августа. Итак, с 15 августа всю неделю мы с вами можем употреблять, даже можно, знаете, раньше начать не с 15 августа, а с 12 августа, плюс семь дней. Это у нас где-то примерно до 20 августа, самое благоприятное время для того, чтобы почистить почки. И вообще, знаете, можно так сказать, сменить токсическую лимфу на свежую, качественную, структурированную, естественную жидкость, которую можно взять из арбуза. И поэтому примерно с числа с 12 августа у вас уже арбузы запасены. Ну, какие арбузы лучше брать? Знаете, арбузы лучше брать такого размера, чтобы вы их примерно могли съесть за раз. Ну, это килограмма где-то на 4 должен быть арбузы. Ну, можно там его и оставить. Ну, ладно. Утром завтрак арбузный. Вот вы так хорошенько едите, едите. Все, наелись как положено. Наступает обед. Вы опять начинаете арбузы. Едите, едите, едите. Если чувствуете, что как-то вы не наедаетесь, вы можете воспользоваться вот этой рекомендацией. Кушать с хлебом. Причем хлеб употребляйте сначала начали есть арбуз, а потом, знаете, там кусочка 3-2. С хлебом съешьте под конец. Не в начале, а под конец. Это очень важно. Наступает ужин и вы опять арбузик, арбузик, арбузик. Ну, так вы его съедаете часа за 2-3 до сна, чтобы обильное мочеиспускание, которое начинается, оно не застало вас часов в 12, чтобы вы могли хорошенько выспаться. Это тоже очень важно. И так вы поступаете в течение практически недели. Можно дней 10. Можно, если вы на пенсии, у вас есть время, не обязательно так наедаться 3 раза арбуз в течение дня. Вы можете съедать его раз 5 в день. То есть съели, чувствуете, нормально все это так, живот у вас наполнился. Часа 2-3 прошло, опять съели. Главное, чтобы у вас началось обильное мочеотделение. И моча становится как жидкость белая. Вот именно вот эта вот структурированная жидкость из арбуза с обилием естественных сахаров. Она очень хорошо промывает организм и в частности почки. Для того, чтобы раздробились там какие-то там камушки, что-то, песочек вышел. Вот где-то примерно надо дней так 7-10 сделать. Это примерно с 12 по 20. Потом у нас, смотрите, если с 8, я считаю, с 8 августа у нас новолуние, чтобы попасть в следующую фазу расширения и вывода, в четвертую фазу, мы с вами прибавляем 21 день. Это примерно будет 29 августа. Ну, грубо говоря, примерно числа, можно так сказать, с 25-го и еще примерно недельку, а то и 10 дней, то есть вторую неделечку, вы еще разок делаете вот эту вот чистку, то есть через неделю. Почему рекомендуется сделать 2 недели чистки, то есть во вторую фазу и в четвертую? Ну, знаете, все-таки, если что-то там растворить серьезно, на это требуется время. И вот как раз первый арбузный удар, он приходится, так сказать, на более твердо такие камушки, разного рода конгломерата и прочее, прочее. Он их так отквашивает, начинает дробить, превращает в песочек. И потом делается небольшой как раз вот этот вот недельный перерывчик, и вы опять в четвертую фазу, с началом четвертой фазы, начинаете усиленно кушать опять арбузик, и вот то, что у вас там раздробилось, еще продолжает дробиться, и начинает выходить песок. И вы можете увидеть и песок в моче. Когда он будет проходить, может, так сказать, по мочевому каналу неприятное ощущение быть, в зависимости от того, что там выходит, у каждого свое может быть. Могут вообще, если идет по мочеточнику, там, конечно, боли могут быть побольше. В этом случае вы используете такой метод, вот для того, чтобы вот почувствовали, что песок начинает выходить у вас из почек, идет по мочеточникам, вам больно. Значит, для этого вы садитесь в ванну теплую, садитесь по грудь, чтобы вода у вас была, сердце не покрытое, вода тепленькая должна быть. И опять-таки, усиленно ешьте арбуз. И вот как раз в теплой воде, прямо в ванну там будете мочиться, боли будут не такие, как без воды. Ну, вот такая вот методика очищения. Смотрите, профилактическое очищение. Это почек, это мочевого пузыря, и это смена токсической жидкости, ну, как бы сказать, ну, отработанной жидкости межклеточной, там, лимфы, с помощью вот этой вот арбузной диеты. Сколько в день седали арбуза? Именно арбузной мякоти? Ну, конечно, не шкорки, а мякоти. Я, в основном, ее ем, я так ем, я емал с хлебом. С хлебом? Только с хлебом, я арбузом. Обычно и советуется есть арбуз с хлебом, для того, чтобы вот... Да, 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 ну, я его люблю, мне с детства приучили так. Ну, я тоже люблю арбуз. Только с хлебом, не с хлебом только, я без хлеба арбуза. Вот. И у меня переставали болеть почки, выходили камни, и где-то до мая месяца, ну, я-то жил в микрорайоне, а водичку пили с-под крана. Ага, с-под крана водичка образовывала камушки. Образовывала камушки. Вот у меня арбузы ел, я их выгонял, выходили они спокойненько, без больших болей. Хотя сейчас вот жалуются, что поел арбуза, мне схватило. Наверное, это гонит, очищает. То есть, надо понимать, что это происходит. Гаврил Яковлевич, вот, а сколько вы ели арбузов вот за день? Ну, я мог 2-3 килограмма мякоти съесть за день. 2-3 килограмма, вот здесь сколько мякоти будет? Ну, здесь, так, примерно, примерно, килограмм 10. Килограмм 10, ну, примерно, значит, одну третью этого арбуза съели. Сколько дней вы ели? Не за день, за один присест. За один присест? 2-3 килограмма. Вот так же, то есть, вот этот арбуз вы съедали, пищи и ели. Ну, за день можно было съесть. Ага. Если бы я был, я бы его за один раз съел. То есть, хотелось, не хотелось? Не, ну, я, во-первых, я их и люблю, а во-вторых, когда мне сказали, что это лечь хабны, то я его ел уже не хочу, но я его ем, особенно на ночь. А почему на ночь? Ну, ночью лучше усваивается, промываются почки, рекомендовано есть на ночь. Хотя и в туалет курите, но все равно на ночь? Ну, в туалет, тут, когда почки болят, тут не обращай в него, кто-то 5-6 раз станет. А сколько дней ели? Все лето. Все лето. То есть, начинается арбуз, начинается арбуз, и пока еще на хранение ложим, и после Нового года едим их, и пока не могут легать. Это примерно в августе начинаете, и едите август, сентябрь, и, наверное, октябрь. И ноябрь, и декабрь. Субтитры сделал DimaTorzok